Хибиноч Собирали каменные клады его друзья, такие же гномы, как он. Ведь главное призвание гномов – растить и умножать подземные богатства и не позволять человеку тратить их бездумно. Особенно приглянулся Хибиночу Аметист. Вот что он узнал о нем из книг. Как гласит древняя легенда, свое название минерал получил от прекрасной нимфы Аметист, который восплылал страстной любовью бог вина Дионис. Но нимфа любила простого парня, пастуха Серикоса, красивого музыканта и любимца Аполлона. Поэтому она отвергла любовь Диониса и, убегая, призвала на помощь богиню Артемиду. И как только Дионис попытался заключить Аметист в свои объятия, богиня Артемида превратила ее в мерцающий лиловым блеском камень, который так и назвали Аметист. В память о подвергнутом боге вина и веселье, камню дана была сила хранить людей от опьянения. А чтобы раскрыть необыкновенную красоту и таинственную силу этого камня, Хибиноч научил людей превращать Аметисты в красивые бусы, сверкающие броши, изумительные по красоте ювелирные украшения. Ведь если над камнем трудятся добрые силы, значит, он может принести пользу, извлечение, счастье. И сегодня мы должны беречь и охранять природу Заполярья, чтобы не исчезли из недр Кольской земли эти удивительные камни, чтобы они радовали взор людей долгие века и создавались новые легенды. Субтитры создавал DimaTorzok